Приехал с магазина, купил выключатель. Сейчас вам покажу, что я купил. Нулевую шинку. Без нее невозможно соединить все нулевые провода и подключить электричество, чтобы там было напряжение. Вот в этих двух комнатах. И клеммники вот такие. Так я оставлю, пусть это все будет на виду. Сегодня немножко я поработал с утра до открытия магазина. Хотел было крепить напольный плинтус. Но все-таки решил его пока не крепить, а старый плинтус вырвать, что я и сделал. Потому что в холодный период оттуда просто веяло, не то что веяло, а дуло со свистом с подвального помещения. холодом. Просто холод был по полной программе. Это я заметил и все-таки и этот плинтус деревянный снял. Но пришлось очень сложно снимать. Было столько грязи. Все чистил. Оттуда дует по полной программе и там тоже дует. Все очищал. Грязи было очень много. И когда я работал с деревянными полами, вот здесь ОСП было, я конечно резал это ОСП и у меня куски остались. Я эти куски туда буду теперь резать по размерам. А перед тем как резать и укладывать, там надо будет не пройти с пеной и теплее в доме станет. Это вот на самом деле. Теперь, что у меня получается. Вот с этим котлом. Когда я работал, давление постоянно, если смотреть вот на этот манометр, давление падало. И теперь, так мешает. И теперь я конечно котел отключил, а давление упало еще сильнее. И когда давление падало, я хозяйке звонил и говорю там давление падает. Надо проверить систему. Что-то не то. Если давление падает, это беда. И чтобы поддать давление, конечно нужно взять, добавить воду. Но это очень опасно. Добавлять воду можно таким образом и сорвать трубки, которые находятся внутри этого бага. Либо где-нибудь из соединения может потечь вода. Это вот на самом деле. И сейчас я вам немножко хоть расскажу про вот этот вот, про этот бак. Потому что когда падает давление, не надо стремиться подавать воду, чтобы вновь создать это давление. Так, куда бы повесить? Потому что в этом доме постоянно меня просят. Надо поднять давление. Я говорю, да вы что, нельзя. Я сейчас вам таких делов наделаю. Надо сначала все осмотреть. А не, нет, нет, надо добавлять. Или мы сейчас вызовем какого-нибудь мастера. И действительно, мастера вызывает вот эти вот соседей. И вот капает, я видел, капля. Ох, накапало-то. А может с этой трубки? Да нет. Накапало по полнопрограмме. Отсюда откуда-то. Так. Сейчас осмотрим все, что находится внутри. Вот так легко снимается вот эта декоративная панель. И можно осмотреть. Сейчас делаем вот такой вот осмотр. Вот этот бак, который заполняет внутри воздух. И когда заполняется сюда воздух, в системе воды не должно быть. То есть, вот в верхней части воды не должно быть. Или в системе не должно быть. Когда мы спокойно закачаем туда воздух через этот штуцер, дадим давление 0,8 или 0,1. Только тогда заполняем водой. Даем давление тоже, как здесь указано, посередине зеленый. Устанавливаем стрелку и все. Работает у нас этот котел. Ну, теперь вода. Вода. Вот откуда вода? Да, действительно вода. Ох, елки-палки, там лужа целая. Вон прям. Вот врать не буду. Целая лужа. И вот смотрите, вот этот манометр. Вон трубка идет, идет. И эта трубка подходит вот к этому баку. Вот сюда подходит. Да, откуда бежит-то? Прям воды очень много. А вон трубка. Трубка вон. Не эта трубка, а вот следующая трубка, вот позади. Она вроде мокрая. Точно капнула оттуда. Ха-ха-ха. А вон соединение мокрое. Вот из-под этого соединения там, внутри. И прямо льет вода, вон капает. Ох, елки-палки. Вот смотрите, когда система стала остывать, и вода покапала. Вон льется, я вам показываю. Шевелю трубку пальцем. Сверху, что ли, вот так показать. Вон смотрите, просто льется. Как из крана открытого. Вот вся и причина была утечка давления, глядя на этот манометр. То есть подавать давление, это очень-очень опасно. Ладно, надо будет хозяйке позвонить, что там какая-то проблема. И она посмотрит, осмотрит это дело. Вот эти трубы пластиковые я отрезал. Там отрезал, и там отрезал. Воду слил. И теперь мне нужно перепаивать. А перед тем, как мне работу эту делать, мне нужно вот эту работу сделать. А потом займусь и электричеством. И вот по электричеству. Сейчас я вам найду карандаш, и все-все-все пишу. Хожу вот с лампочкой. На голову ее сейчас одену, чтобы не держать в руке. По электричеству. Конечно, когда человек занимается электричеством, скажем, электрик, или с газовыми трубами, с этими вот аппаратами, он, конечно, работает с газом. Мы его называем газовщик. Вот он специалист по этому делу. А электрик, электрик, по своему делу специалист. А дом строит человек для себя. И что получается с домом? Вот кто, например, начинал строить дом, знает, что электричество будет через год в этом доме. Потому что пишут заявления, осматривают, потом какие-то там дела проворачивают, и через год только появится у тебя первый стол, от которого будет уже подходить электричество в этот дом. Это стерис один год. Стерис один год. Когда построил дом. Это я точно знаю, потому что я сам с этим сталкивался. Далее. Газ тебе должны протянуть. Газ протянуть. Стерис два, стерис три, а то и по плану этот газ тебе подведут. Что делается в доме? Вот, например, электрик. Электрик. Это я все пишу, чтобы не было проблем. А то все чисто по электрике, когда говорят, вот надо так, надо это делать. И вроде бы как умный это все излагает. Все правильно. Но не в этом-то дело ум надо излагать. И газовщик. Газ. Он тоже излагает только от себя. И ум свой показывает. Умный. Этот умный. Этот умный. Все понятно. А человеку-то жить надо. И чтобы ему жить, он у себя делает ремонт, чтобы жить. И проводит вот эти вот электрические провода. Не важно, как он проводит. В Карабах, если в деревянной, желательно вот поверху. Это понятно. Или там каменный дом, штукатуренный и так далее. Он проводит для себя, как нужно. Если сам не делает, вызывает электрика. Электрик это делает. Но не думает потом о газовщиках. Газовщики приходят, что и здесь и получилось, и у соседей, и везде по нашей стране. Газовщики приходят, уже люди тут жили, умерли. Новые жильцы, третьи жильцы. И наконец-то появился газ. Газ начинает проводить, а рядом провода. Рядом провода. Или вот этот котел установили сюда, а кран установили сюда. И вот так вот, эту трубу гофрированную взяли, да подключили. Здесь вот, в дом электричества, взяли и таким вот образом именно сделали план, чтобы установить этот котел. Рядом здесь вот этот, в одной электрический провод. Здесь тоже, до пищалки. Видать, уже здесь было. Здесь был этот, этот. Но это никто внимания не обращает, потому что, если сюда подводить газ, то нужно все электричество убрать. Дом разрушить и новый поставить. Вот это будет по уму. То есть, дом построить новый, электричество не проводить, хотя электрик-то умный. Электричество не проводить. И газовщик умный. И хозяин-то умнее их двоих. И вот он ждет этот газ, когда ему приведут, наступает старость, ему газ подвели. Подвели и сказали, по правилам нужно электричество подводить так и так и сяк. А чтобы электричество подвести и подключить вот этот вот газ, нужна вот эта вот пищалка. Значит, одновременно должен прийти электрик. Вот такая вот беда. По идее-то, вот такая беда. Согласованность должна быть. Но для нового строительства дома. Там должен план быть, и по плану все это должно быть. Но мы-то живем-то в домах вот в таких. И когда нам этот газ, когда нам это электричество, столб подведут? Вот в чем дело. А так-то да, мы все электрик умный, я не спорю. Он умный до обалдения. Газовщик вообще умнее этого электрика. И хозяин-то, оказывается, блин, непонятно, умнее электрика или газовщика. А они умнее этого хозяина. Непонятно как. И вот эта вот фишка, когда снимает кто-либо про электричество или про газ, им начинает показывать, как он тут проводит электричество или газ, и тут все, конечно, умные. Я не спорю. Они начинают говорить. Они говорят-то правильно. Но смысл-то не в этом. Смысл? Смысл? Во времени. Или по проекту, когда проведут вот эту вот трубу и поставят вот этот кран. Вот так они его ведут, ведут, и кран вот здесь торчит. Но если крана нет, то жди, когда тебе проведут этот газ. А газ начнут проводить, сразу нужна электрика. Тут взаимосвязь вот такая вот. все вкругаля, но хозяина-то никто не спрашивает. Вот такая вот беда. И вот с этим котлом тоже беда получилась. Надо же, а? Он аж бежит по полной программе. Надо подставить что-нибудь. Ну, капает и капает. Ёлки-палки. Это же надо, а? Вон, капает. Никогда не добавляйте добавляйте воду, чтобы создать давление. Это очень-очень неправильно будет. Когда мы начинаем откручивать, знаем, что нужно здесь вот крутить, крутить, и когда заполняем водой, то создаем опять давление. А может здесь воздуха нету. Уже воздуха нету. А мы создаем, создаем, создаем. И там трубы внутри начинают расширяться вот таким вот образом от этого вот давления. А мы все подаем, подаем, и проблема вот с этими вот котлами. А то и с системой, что у меня недавно и получилось. Когда вызвали, вот я занимался, это обалдеть можно. А вот в этом расширительном бачке там вообще воздуха не было.